Друзья, привет! Мы продолжаем проходить Resident Evil HD Remaster. И, к сожалению, я вот взял ленту и выкинуть я ее уже не смогу. Господи, я просто привык к Resident Evil Zero, которую я проходил совершенно недавно, собственно, перед этой записью. Я привык, что можно выкидывать предметы, понимаете, прямо на пол. Здесь же такого нету, здесь нужно искать ящик. Но эти страдания, они у меня все-таки до того момента, пока мы его не найдем. Поэтому пойдемте его искать. Я сейчас слышал какой-то очень странный звук, когда мы сюда пришли. Ну ладно, ладно, ладно. Так, куда мы сейчас с вами должны сходить? Хотел я сходить вот сюда, вот в эту дверь. Мы же здесь, по-моему, заунлочили ее, да? Я уже как-то это плохо помню. В этой комнате зомби, которую кто-то все время задвигает ящиком. Вот эту дверь мы, по-моему, открыли с вами. Да, мы в нее можем зайти. Пойдем, стадо, в нее сходим. Надо не забыть, что сюда надо потом вернуться и забрать предмет из статуи с кувшином. Так, 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 подождите, инвентарь. Блядь, у меня столько травы лежит, это пиздец, я как ведьмак какой-то. Ха-ха-ха, как ведьмак, вообще самый настоящий. Ёбаный травник. Здесь, по-моему, где-то амуниция должна быть. Различная скульптура и предметы из керамики. За каким-то вот из этих столов должна быть амуниция. Вот, вот здесь вот, по-моему. То есть их можно двигать. А, это нож, это нож. Возможно, амуниция была в оригинальной части. Так, вы возьмете кинжал, да? А здесь, видимо, нам дают... Что такое сейчас было, блядь? Там кто-то за окном, я что-то не помню. Там кто-то за окном у нас есть. Тут ничего нет, кроме кучи декоративных тарелок. Угу. Вообще, мне кажется, в подобной ситуации я бы и тарелками отбивался. Ха-ха-ха. То есть, серьезно. Когда за... О, я не в ту сторону, что ли, двигаю? По-моему, нужно вот сюда вот ее двигать. Да, точно. А вот здесь, кстати, может быть, и амуниция у нас лежит. Да, здесь, да, здесь амуниция. Значит, все-таки не подводит мне память. Значит, мне все-таки не подводит. Патроны для пистолета. У меня их уже 70 в самом начале. Но это все из-за того, что я зомби не убиваю. Я делаю мудрее, друзья, понимаете. Можно не убивать своих противников. Можно просто забивать на них хуй. Это и в жизни очень хорошо работает. Хотя в жизни не стоит никого убивать. Изображение особняка на фоне заходящего солнца. Так, подождите. Что это за дверь? Вы использовали отмычку. Смотрите-ка. Она у нас, кстати, не исчезла. Отмычка. А где? А, нет, вот она у меня лежит. Нет, она не исчезла. Она у меня все-таки еще есть. Это хорошо. Это, конечно, найс. Ладно, пойдемте сюда. По-моему, эта дверь у нас ведет куда-то на улицу. И здесь должны хилки быть. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Ой, блядь, здесь собаки. Здесь ебаные собаки. Наверное, с ним я биться не буду. Да, здесь хилок. О, сколько здесь хилок-то у нас стоит. Здесь, кстати, канистра тоже есть. В ней еще осталось немного херосина. Вот, с помощью керосина можно будет... Ой, подожди, не надо, не надо. Вы не можете нести больше... Зачем мне столько хилок дают в самом начале? Я вообще этого не понимаю. Зачем мне... У меня одна трава везде, блядь. Вообще везде. Это что за приколы-то, аки? Нет, собаки явно чуть позже появятся. Так, я на них нацелиться не могу. Значит, их сейчас нельзя убивать. Ладно. Пусть побегают. Подышат пока что свежим воздухом. Прокекаются, прописываются. Так, ладно, но пока что противников не так уж-то и много. Так, подождите. Там кто-то есть у нас? Нет. Это комната, по-моему, комната с ванной, если я не ошибаюсь. А в этой ванной у нас есть небольшой сюрприз. Да, это комната с ванной. Так, ну-ка. Не похоже, что тут долго не убирали. Здесь нужно воду слить. Ванна полна грязной воды. Вытащить заглушку, да. Давайте вытащим. Заглушку. Оказывается, эту штуку у ванны называется заглушка. Я ее пимточкой называл всегда. Затычкой. А это заглушка. Да, у нас там зомби, друзья. Хоррор момент. Только, а как она ее вытащила? Заглушку же нужно с одной ванны вытаскивать. Заглушку нужно вытаскивать с одной ванны? Как она его не почувствовала? Подождите. Или эта заглушка, это какое-то очень интересное строение у ванной? И она находилась сбоку. Я не знаю. Нашу джилу аж затошнило. Не похоже, чтобы тут долго не убирали. Слушай. А, у него, кстати, кинжал лежал. Вы возьмите кинжал? Да, конечно, я его беру. Он, по-моему, позже встанет. Поэтому надо запомнить, что сюда приходить нам больше не нужно. Да и здесь делать-то нечего нам больше. Здесь ничего вообще нету. Здесь тупо ванна. Хотя, учитывая тот факт, что они умеют открывать двери, может быть, позже он выйдет отсюда, я не знаю. Хотелось бы верить... Верить в то, что он не выйдет. Так, здесь зомби есть? Нет, здесь зомби нет. Блядь, я хочу найти ебаный шотган. Мне кто-нибудь его даст. Ой, какой шотган? То есть, этот, ящик. Где мой ящик? Пиздец. Я сейчас так буду реально долго бегать. Без ящика это все очень плохо. Вот какая-то комната еще. Так, что там? Что у нас здесь? Опять какие-то переходы. Ой, здесь еще и зомби ходят. А здесь, подожди, здесь дверь какая-то? Или что это? Так, нет, давайте заново зайдем. Вот-вот. А, блядь. Все равно выйти. Я... О, я вспомнил. Здесь такие очень сложные моменты с этими дверными ручками. В общем, есть комнаты, в которые можно выйти несколько раз только. Потом, по-моему, их кто-то починит. Ой, это я, конечно, зря так сделал. Где там зомби-то у нас ходят? Слушай, давай либо хватай нас, либо я не знаю... То есть, вот так, ну, все, обошли, обошли, обошли. Это у нас тактика такая. По тактике все делаем. Здесь, по-моему, сейф-рум, кстати, у нас вот под лестницей. Я очень надеюсь, что здесь сейф-рум. Иначе я не знаю, что мне делать. Да, это сейф-рум с ящиком. Это ящик у нас здесь. И записка, кстати, чета. Особые указания при утилизации трупов. У нас есть новая информация о тех существах. Они могут казаться мертвыми, но на самом деле могут очень скоро вернуться к жизни. Однако, есть способы помешать им снова стать активными. В настоящее время есть два известных способа пресечь их воскрешение. Первое – зажигание. Второе – уничтожение головы. Если новые методы будут обнаружены, о них незамедлительно уведомят. А между тем, для тех, кто еще хочет жить, керосин был помещен на первом этаже особняка. Берите столько, сколько вам нужно. Вам нужно что-нибудь, чтобы поджигать их. И это вы должны найти сами. Да. А вот, кстати, у нас фляга стоит. Только я не помню, есть ли у нас зажигалка. У нас есть зажигалка? У нас нет зажигалки сейчас. Значит, нам керосин бесполезен. То есть, если взять вот эту флягу, с помощью... В нее мы сможем налить керосин. Но сейчас мы, наверное, все-таки это и сделаем. Сейчас я вам это покажу, как это работает все. Ой, у нас, смотрите, в ящике у нас предметы лежат всякие. Туда можно ленту скинуть, кстати. Давайте хилки тогда положим. Че бы нет-то. Их, в принципе, можно замешать. Ну, ладно. Ножик я тоже уберу. Пусть вот так вот как-то все это полежит. А мы с вами давайте возьмем тогда патроны для пистолета. Так, нет, давайте их рядом с пистолетом положим. Ключ вот сюда вот. В принципе, все, да. Так, надо взять флягу. Я вам хочу флягу показать. А это у нас амуниция здесь лежит? Или что это? Да, это амуниция. Вы возьмете патроны пистолета? Да, берем. У нас сотни их уже. Но мы их потому что не тратим. Ха-ха-ха. Ладно, пусть лежат. Пусть лежат. До лучших времен. Вот фляга. То есть, видите, она у нас сейчас запол... То есть, пустая. Пустая она у нас сейчас. В нее можно залить керосин. На данный момент. Вот из этих бочек. Из этих канистр. Тут еще осталось немного керосина. Набрать, да? Вы наполнили свою флягу керосином. То есть, вот у нас две фляги сейчас есть. Я не помню, можно ли ее еще наполнить. Осталось около половины емкости. Но ваша фляга уже полна. Нет. Больше мы ее заполнить не можем. Давайте ее тогда уберем пока что в ящик. Пусть она полежит. Так как зажигалки у нас нет. И она нам, в принципе, сейчас бесполезна. Мы с ней ничего сделать не сможем. Ладно, пойдем сюда отсюда. Сейвиться я сейчас не буду. Лента у нас все-таки ограничена. Я не из тех людей, которые просто дико переводят ресурсы. Я все-таки довольно экономный. И мне просто больно тратить вот так вот. Блядь, иди ты в пизду, слушай. Может быть его убить здесь? Именно вот в этом месте. Мне кажется, он у меня кружки попьет здесь. Безбожно. Ладно, пусть пока что поваляется. Его, кстати, можно сжечь потом. Можно будет сжечь, чтобы он нам не мешал. Но здесь у нас еще один ходит. Молодой человек. Нет, мне кажется, мы все-таки будем их убивать. Так, закрыто. Символ Алад. Надо быстрее добежать до туда. Так, изображение испуганной женщины. Во, сюда можно зайти, кстати. Я даже и не надеялся. У меня почему-то в памяти осталось, что эта дверь закрыта. Почему так? О, здесь опять трава лежит. Чую, так много везде. Погаший камин. Причем, я так понимаю, там карта у нас висит над камином. Но камин нужно разжечь. И, видимо, чуть позже мы возьмем эту карту. Так, закрыто. Символ шлема выгоден на замке. Изображение частично построенного особняка. Оно ужасно похож на тот, в котором вы сейчас находитесь. Так, закрыто. Символ шлема. Но здесь повсюду ключи всякие опять нужны. Латы, шлема и так далее. Слушайте, я не понимаю, зачем мне столько хилок дают. Серьезно, я это уже столько раз сказал. Как будто мы в какой-то слэшер играем, где мы должны биться каждую секунду с кем-то и хиляться. Но на самом деле здесь не так, что и много противников. Их не так, что и сложно не обижать. Так, сейчас мы вот этого выманем. Как-то к нам. Так, давай, чувак. Так, опа, все, иди нахуй, иди нахуй. На двери нет ручки, вы не можете пройти, понятно. Туда мы, значит, зайти не сможем. Вы открыли ее. А, это у нас СРС. Если я ее открыл, значит, это мы сейчас где-то сзади выйдем. Нет, смотрите. Ни хрена, не сзади, а где это мы? Тут эта дощечка. Вы возьмете деревянное крепление. Ух ты. Деревянное крепление, что еще за крепление? Здесь нет ничего необычного. А что это вообще такое? На тетрадку похоже на какую-то средневековую. Внутри прикреплена бумага, на ней ничего не написано. А что это? Мы можем записи делать. Нарисовать что-нибудь можно здесь. Я надеюсь, Джилл умеет рисовать. Ну пусть лежит, видимо, это позже нам пригодится. Для... Это что такое? Это что такое у нас сейчас было? Какие-то стуки. Интересно. Ладно, не важно. Давайте зайдем в эту комнату лучше. Это библиотека, по-моему. Здесь очень много книг. О книге о различных народах Земли. Книги... Да, это то же самое. Это тоже одно о различных народах. Там у нас что-то лежит. А, вот еще амуниция. Вы возьмете патроны пистолета? Да. У нас их уже 115. 100, блядь, 15. Шахматная доска из слоновой кости. Похоже, игра закончилась шах и матом. А что это такое? Здесь ключ какой-то вот еще лежит. Вы возьмете собачьи... А, это собачий свисток. Да, я помню, я помню. Смятая записка. А сегодня сэр Спенсер сказал мне спрятать кое-что там, где никто не сможет это найти. Но у меня была идея. Я подумал, если я смогу каким-то образом заставить опасное животное охранять это, такое как злая собака, которая живет здесь, то никто не сможет добраться до него. Насколько я могу судить, мут всегда крутится около балкона, второго этажа. На западной части террасы он должен прибежать на звук собачьего свистка. Здесь в дело вступаете вы. Дело в том, что я думаю, вы единственный человек, который может подойти к этой проклятой собаке и избежать серьезного ранения. Это значит, что только вы... Вы можете надеть ошейник на нее. Объект, который хочет спрятать сэр Спенсера, находится внутри. Ты единственный человек, которому я могу доверять в этом деле. Конечно, ты получишь кое-что за это. Помнишь одну вещь, которую ты всегда хотел получить? В обмен на твои услуги я мог бы найти ее для тебя. Эта работа может быть выгодна для нас обоих. Джон Толман. В общем, этот собачий свисток нужно будет применить на балконе чуть позже. Причем это очень такой интересный момент. Многие забрасывали игру из-за этого свистка, потому что не понимали, что нужно делать. Собачий свисток. Этот свисток генерирует звуковые волны, которые воспринимают только собаки. Вы можете позвать им собаку. То есть люди просто находили этот свисток и дальше не знали, что делать. Все комнаты закрыты, и тебе больше некуда. И на этом все. О, зажигалка, кстати, смотрите. Мы с вами зажигалку нашли. И причем там какие-то еще таблетки стоят. Пилсы. Или что это такое? Ну, это скорее всего печати. Вот эти вот какие-то штучки. В общем, ладно. Не важно, не важно. Эта дверь, она, по-моему, ведет назад на лестницу. Это та самая дверь, которая у нас была закрыта, в которую невозможно было зайти. Да, точно, вот она. Сейчас мы опять его выманем тогда. Или слушать, или может быть нам какие-то вещи положить. Скинуть, может быть. Я вот не знаю, деревянное крепление. Куда его вообще использовать, это крепление? Я вот этого что-то вот не помню даже. Потаскать с собой, что ли, его? Или не стоит его таскать? Так, упачки, обегаем, бегаем. Слушайте, они легкие, серьезно. Их можно вообще не убивать, они никакой опасности не представляют. Их создали, я не знаю, у них интеллект как у детей. Их обмануть это вот, то есть, по щелчку вообще. Какое-то наебало, слушайте. Я слышу какие-то стуки откуда-то. Закрыто, символ лад, вылезай на замке. Что это за стуки? Это зомби, может быть, ломится? Причем, смотрите, перестали. А кто это ломится-то, блядь, я не понимаю. Откуда вообще? Подождите. Где-то здесь, сзади? Вот, 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 ломится. А мы были в той комнате, подождите. То есть, мы отсюда пришли? Это зомби, блядь, это зомби. Подождите, а это мы пришли оттуда? Я что-то не помню уже. Или нет? В общем, ладно, если еще опять сюда придем, чуть позже. Пусть пока что он там походит. Так, вот, эту дверь. Закрыто, символ, опять символ лад. Ну что, ну что здесь, везде лады какие-то нужны? Выспользили ключ-меч. А здесь, по-моему, когда мы этим ключом все откроем, он нам больше не понадобится, его можно будет выкинуть. Это вот опять экстрасенс стайл. Так, ну это да, это мы на второй этаж опять пришли. Так, закрыто, символ лад. Какие у нас еще были двери? Закрытые, надо бы вспомнить. Я что-то вот этого момента уже не помню. Так, здесь у нас что-то есть. Закрыто с другой стороны. Я думаю, надо бы, наверное, взять камень с первого этажа. Убрать его в ящик. Что мы еще можем здесь делать? Нужно забрать предмет из вазы. Вот в этой вот комнате соседней. Сейчас я камень быстренько возьму тогда. Что у нас там еще? У нас есть собачий свисток. Только где его сейчас использовать, я пока что не знаю. Я помню, он нужен для какого-то балкона, там где собаки бегают. Но этот балкон я еще не встретил. Так, вот этот вот драгоценный камень. Так, вы возьмете синий драгоценный? Да, давайте берем тогда. В принципе, можно, знаете, можно сжечь зомби, которые ходят у нас около ящика. То есть, я покажу вам, как это все выглядит. Так, чисто разочек, так сказать. Но давайте сначала возьмем предмет из этой вазы. Ладненько, ладненько. Вообще, эта игра состоит целиком и полностью из бэктрекинга. Поэтому мы еще не раз будем возвращаться в одни и те же локации. Так что вы, друзья, держитесь. Ну, это я для людей, которые совершенно не знакомы с Resident Evil. Так, нет, подожди, подожди. Нам нужно подвинуть в ту сторону ящик. Я надеюсь, мы успеем. Зомби не успеют до нас дойти. Пожалуйста, не успеют до нас дойти, ублюдок. Ублюдок, ублюдок, иди, иди в жопу. Иди в жопу, слушай, ты намешаешь. Блядь, какой паскудный. А если мы отсюда залезем, мы сможем достать этот предмет или нет? Если, кстати, мы встанем на эту штуку, он, скорее всего, начнет по нам плевать. А его можно заблокировать. Смотрите, если его сюда вот выдвинуть, этот ящик. У нас прям какие-то издевательства над зомби сейчас происходят. То есть, если его вот так вот выдвинуть, еще немножечко так вот подвинуть, и все, он сюда больше не пройдет, понимаете? Это ловушка для зомби. То есть, вот так вот. Блядь, мы сейчас сами тоже не выйдем отсюда. Нет, у зомби здесь, по-моему, все-таки есть некий интеллект, и он идет именно в нашу сторону. То есть, по правой стороне. Мы сможем сейчас достать этот предмет или нет? Что там лежит? Это карта локации, особняк, первый этаж взять. У нас теперь есть... Смотрите, здесь даже предметы отмечены. То есть, печатная машинка, ящик с предметами. Угу. Ладненько, пусть лежит тогда. Это карта локации. Ну все. То есть, как-то вот так вот мы его обошли. Так, нет, пожалуй, пусть он еще походит. Я помню, у нас здесь отрезкалось стекло. По-моему, здесь должны собаки на нас выскочить. Сейчас я это все быстренько отбегу. С ним, в принципе, можно не биться. Хотя, противники, они... Нет, они не нападают еще пока что. Ладно, хрен с ними тогда. Пойдемте. Это же мы сейву идем, да? Здесь у нас сейв находится. Сейв-рум. Я просто хочу выкинуть лишние предметы. Такие, как зажигалка. А, еще я хотел зомби убить. Точно, точно, точно. А, это подождите. Это мы сейчас где? Это мы сейчас вообще где? Так, а где у нас был сейв-рум? Вот здесь вот, по-моему. У нас, кстати, здесь еще имеется вот такая вот очень интересная комната. Но к ней мы еще, друзья, вернемся чуть позже. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас мы с вами перебьем наших зомбейл. Так, а, блядь, мы... Я помню, мы здесь еще... Мы здесь еще не все осмотрели, кстати. Закрыто. Эмблема семьи Спенсер вырезана на дверной ручке. Блядь, здесь зомби. Закрытый символ лат вырезан на замке. Сука, здесь тоже зомби. Как вас много, слушайте, пацаны. Вы, блядь, повсюду вообще, что ли, ходите? О, здесь открыта дверь-то. Ладно. Причем это какая-то железная калитка. Так, это у нас улица. Слушайте, а это не то место, где мы должны собак призвать. Нет, нет необходимости использовать это сейчас. Собачье свистло. По-моему, собаки на нас бегут. В углублении что-то написано. Осквернитель проклятого гроба. Гроба. Блядь, на нас собака... Сука. На нас прям в этот момент собака выскочила. Честно сказать, я не знаю, на какие кнопки от нее нужно отбиваться. Это все, наверное, нужно посмотреть... Блядь, это, наверное, нужно все посмотреть в управлении. И она сейчас, скорее всего, меня съест. Потому что все хилки я оставил... Нас убили друзья. Это наша первая смерть. Да. Ну, бывает, что сказать. Это мой фейл, понимаете? Это мой фейл. Хотел как лучше, а получилось как всегда, как говорится. Ребята, я снова здесь. Я думаю, мы уже с собакой биться не будем. Как бы там нам и делать, в принципе, нечего. Там у нас тупик. Дверь там закрыта. Там нужно вставить какую-то эмблему или вот что-то такое. Так что нам пока что сюда идти не нужно. Собаки здесь очень опасные. Я с ними связываться, честно сказать, не хочу. До того момента, пока мы с вами не найдем оружие посильнее. Хотя не знаю, стоит ли на них использовать оружие сильнее. Так, где у нас зомби? Вот он ходит. Сейчас мы его затригерим как-нибудь. Опа, все, обходим, обходим, обходим. Это дело быстренько. Вот так вот. Что, ладно, я думаю, сейчас надо попробовать наше зажигание. Посмотреть, как оно работает. Вам показать. Сейчас будет наш первый убитый зомби. Ну, я имею в виду из нашего пистолета. Так, один. Сейчас посмотрим, сколько он выстрелов может сделать. Два, три. Три выстрела. Три выстрела. Нет, он живой, смотрите. Или нет. Один, четыре, четыре. Как он быстро встал, блядь. Какой резкий. Пять. Он что, упал, что ли? Он погиб или что сейчас с ним произошло? Или мы ему голову, или мы его голову разнесли? Нет, голова у него на месте. Ладно, пойдемте сжигать тогда. Здесь, в принципе, зомби, знаете, у них какой-то очень такой серьезный разброс жизни. У них может быть, либо же там, я не знаю, условно говоря, 50 хипов. Либо же, условно говоря, сотни-три. То есть, вы можете на него всю обойму въебать. Либо же вы можете с пары выстрелов его положить. Как это работает, я не знаю. Может быть, здесь у зомби какие-то критичные, критические точки есть. Может быть, скорее всего, вот что-то такое здесь имеется. Так, надо взять флягу. О, подождите, где у нас фляга-то была? Так, вот фляга. Она у меня пустая, потому что я переигрываю. Меня же съели собаки. Как какого-то бича. Так же, давайте заполним опять. Так, тут еще осталось немножко керосина набрать, да. Так, а зажигалка у нас? Да, зажигалка у нас. И я, кстати, думаю, зажигалку можно использовать на том камине. Помните, у нас на втором этаже? Там какой-то затухший камин был. Какая-то такая дребедень. Так, я думаю, надо его сжигать тогда. То есть, вот таким вот образом мы это используем. То есть, использовать. Она садится, выливает и поджигает. Все. Прощай с зомби, как говорится. То есть, вон у нас горит. Ой, нам это тоже дамаг наносит. Надо это запомнить. Хотя, может быть, я вообще один единственный раз зажигаю его за всю игру. Может быть, я этим пользоваться больше не буду. Но это нам вряд ли. Пойдемте скинем канистру тогда, эту нашу флягу. Я ее с собой таскать не буду. Она все-таки занимает место. Как бы она будет лишней у меня в рюкзаке. Так, надо скинуть ее в наш телепортационный сундучок. Пойдемте в ту комнату тогда. Вообще, я помню, у нас еще были какие-то комнаты в том месте, где... Помните, у нас зеркала стояли? На втором этаже это, по-моему, было. Туда вот я еще хотел сходить. Мы туда еще сходим. Пока что пойдемте сюда. Вот в ту комнату. Так, камин. Мы идем к тебе. Хотелось бы, конечно, надеяться, что мы его сможем зажечь. Ведь у нас есть зажигалка. А может быть, она у нас еще где-то используется? Я вот этого не помню. Где мы еще можем использовать зажигалку? Так, смешиваем. Так, зажигалочку использовать. Так, вот, мы что-то зажгли. От жары на холсте вырисовываются красные линии. На каком холсте? Вот на этом. И все. Нет, ну подождите, это же не просто так мы это зажгли. А что сюда еще можно применить? Можно вот эту штуку. Деревянное крепление. Оно, кстати, подходит к этой штуке. Вот, вот, точно, я уже и забыл об этом. Только что нам это дает. Это карта локации, особняк, второй этаж. Взять, да. Это просто была карта и все. И все. Ну ладно, я, честно сказать, картой вообще не пользуюсь. Это карта локации, особняк, второй этаж. А у меня ее больше нет в рюкзаке. Нет. Надо, кстати, зарядиться. Что-то комбинировать. Вот, 15.94. Угу. Такс, ну ладно, ладно. Надо, кстати, хилки отсюда забрать. В ящиках переместить. И заодно смешать. Зеленый с красный. Здесь же траву-то можно спокойно смешивать. Это у нас не зерло, где только Рбека могла их смешивать. Так, комбинировать. Да, они смешиваются спокойно вообще, без каких-либо проблем. Но надо их тогда в сундучок оттащить. Как бы, что еще делать-то? А где у нас еще были травы? Вот я не помню. Надо бы вообще все перетаскать. Наш телепротационный сундук. А какой здесь ключ нужен к двери? Закрыто. А, здесь шлем. Здесь нужен шлем. А у нас меч. Ладно. В общем, сейчас оттаскиваем наши вещи снова к этому ящику. Потом у меня в планах идти в коридор с зеркалами. Там мы, кстати, где с вами, помните, стрелу нашли? Оттуда еще можно было выйти на второй этаж в столовую. Так, закрыто. Символ лад. Только там у нас есть одна проблема. У нас там лежит этот усиленный зомби. Красный такой. Можно было бы, кстати, его сжечь тоже. Может быть, это я и сделаю. Надо прихватить с собой все-таки. Флягу. Пока что, я думаю, она мне пригодится сейчас. Так, где она у меня там? Так, с фляга, фляга. Так, вот это мы все скидываем. Все вот эти травы, смеси трав. Блядь, у меня уже столько травы лежит. Я просто в шоке. Куда мне ее девать? Мне кажется, я столько не буду хиляться за всю эту игру. Так, ладно. Нам еще что-то нужно отсюда взять с собой или нет? У нас есть четыре ленты. Нет, пусть все это полежит как-то вот так вот. Как-то пусть вот так вот у нас сейчас всех, в принципе, хватает. У нас есть свисток еще вдобавок. Ладно, пойдемте. Или, я думаю, здесь мы с вами сделаем такой небольшой перерывчик, друзья. Это у нас был Resident Evil HD Remastered 2 серия. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. И до новых видео.